Давайте посмотрим, как применить исключение к нашему классу-калькулятору. Заведем специальный тип исключения, который будет соответствовать ошибкам вычисления выражения. Отдельный тип исключения позволит вызывающему коду четко отличать ошибки вычисления выражений от других ошибок в программе. Исключение декларируется как обычный класс. Прямо или косвенно на следующий exception или runtime exception. В зависимости от того, хотим мы делать его проверяемым или нет. Делать исключение проверяемым или нет – дело вкуса и традиций конкретной группы программистов. Есть лагерь, выступающий за проверяемые исключения и за дополнительный контроль со стороны компилятора. Другой лагерь говорит, что остальные популярные современные языки программирования отказались от проверяемых исключений, потому что это не лучшая идея. Они загромождают и усложняют код. А плохой и ненадежный код можно написать, несмотря ни на какие проверки компилятора. Давайте сделаем наше исключение непроверяемым. Для исключений обычно заводят конструкторы, принимающие message и коз. Можно добавить полей или методов, если они требуются. Теперь в ответ на некорректное выражение калькулятор будет бросать исключение. Поскольку оно непроверяемое, то никаких дополнительных слов в программе писать не требуется. А вот если бы мы сделали его проверяемым, то надо было бы задекларировать его на уровне метода. И более того, в интерфейсе калькулятор. Дело в том, что при наследовании или реализации интерфейса нельзя декларировать переопределенному методу больше проверяемых исключений, чем указано у базового метода. Это нарушило бы контракт базового класса. Зато контракт можно менять в другую сторону. Бросать в переопределенном методе меньшее исключений, чем задекларировано у родителя. Кстати, точка входа в программу, метод main, может декларировать и бросать любые проверяемые исключения. Все, что вылетит из него, приведет к распечатке стектрейса и остановке программы.